За твое свидетельство. Интересно, как жизнь не каждого из нас. Аминь. Как Бог с каждым из нас работает, избирает, призывает, хранит. И действительно, что порой мы не замечаем, как много милости есть в нашей жизни. С самого рождения. Идеал, он не хотел, чтобы Диана родилась, но Господь дал ей дыхание жизни, дал ей возможность родиться. С детства просто Бог избрал, хранил и помогал. Слава Богу. Сегодня, знаете, я так проповедь назвал «Суть Евангелия». Как апостол Павел, мы читаем в послании, что он вновь напоминает Евангелие. И он говорит о том, чтобы мы не забывали, как мы спасаемся, что Бог для нас сделал. И действительно, нам нужно осознавать и понимать, вот в чем заключается Евангелие. Евангелие – это есть благая весть, благая весть о спасении. Вот в чем вот суть этого Евангелия. От чего Бог нас спас, от чего спасает, что Бог дает нам. Знаете, иногда вот бывает, к сожалению, что мы не до конца осознаем и понимаем, что Бог нам дарует. Для кого-то, знаете, Евангелие заключается в том, что у меня, может быть, болезнь, финансовые трудности, еще какие-то проблемы. И для него благая весть звучит в том, что Бог, Он может восполнить мои эти нужды. Он даст мне деньги, даст, может, хорошую работу, даст, может, мне исцеление или еще что-то. И он думает, что вот Евангелие, оно в этом заключается, что вот это, это Бог даст. И когда приходит в церковь, и когда он этого не получает, переживает разочарование. И печально видеть и слышать, когда люди были в церкви, слышали Евангелие, знали о Боге, но они так Его не познали. И, может, где-то огорчились, обидели, что-то не получили, были какие-то ожидания, они не осуществились, разочаровались и ушли. И лишились самого важного. Потому что Евангелие, в чем заключается суть Евангелия, это спасение нашей души. Это вечная жизнь. Это то, что мы никогда, ни за какие деньги не купим. Но, к сожалению, так бывает, что пока мы живем на этой земле, порой мы не понимаем важности спасения души. Порой мы не понимаем важности того, чтобы наши имена были записаны в книге жизни на небесах. Но когда подходит этот момент встречи с вечностью, то переживем сильнейшее огорчение, разочарование. Как написано, что пользует человеку, если он весь мир приобретет. Живя на этой земле, может быть, человека хвалят, что он такой великий, там, чего-то добился, что-то имеет. Нет, может быть, он радуется своим достижениям, своими приобретениями. Но однажды, когда он оставит эту землю, он ничего с собой не возьмет. Как великий завоеватель Александр Македонский, он много что захватил. Но когда он умирал, он говорил, слушайте, я ничего с собой взять не могу. Хотя много что приобрел, но ничего не возьму. Ни с чем ухожу. Вы знаете, и вот самое печальное, когда, может, мы вкладывали в жизнь, чтобы тут наша жизнь устраивалась, чтобы нам было хорошо, замечательно, а о душе своей не позаботились. И знаете, вот хороший пример, это история Якова и Исава. Написано, что Исав, по милости Божьей, он ничего для этого не сделал. Он родился первородным, и он был наследником, и его дети должны были быть наследниками, и всю основную часть наследства переходила от отца к нему. Но однажды был момент, когда он был голоден, пришел с охоты, был голоден, и он сидит и думает, ну, что для меня сегодня это первородство? Ну, что оно мне сегодня дает? Вот в данный момент оно мне ничего не дает. Да, я первородный, да, наследство основное будет мне достанется, я буду продолжителем рода своего отца, но а что оно мне сегодня дает? Сегодня голоден. И Яков ему предлагает, а у меня чечвичная похлебка, а давай поменяемся. Он говорит, слушай, первородство неизвестно, когда я в него вступлю, когда буду пользоваться этими правами, а вот сегодня у меня есть нужда, сегодня голоден, и сегодня мне брат мой предлагает чечвичную похлебку, поменяемся, возьму. И вы знаете, к сожалению, так бывает, что мы порой на этой земле, может быть, берем, выбираем то, что временно, то, что временно, то, что нам в будущем оно никак не пригодится, пользы нам не принесет. Но Яков, он искал самого главного, этого первородства, благословения, присутствия Божьего в своей жизни. И Сав этим не ценил, не дорожил. В результате он потерял первородство. Хотел вернуть, но уже ничего не можно было поменять, изменить. И он плакал, рыдал. Мы также видим, как Иисус Христос рассказывает притчу о богаче и Лазаре. Когда богач жил на этой земле, то он слышал о Боге, были пророки, которые говорили от именем Божьим, был закон Божий, который он читал, знал, но он думал, что, ну, когда это будет? Когда это будет встреча с Богом? Вот сегодня нужно жить на земле. Сегодня вот нужно все от жизни брать. И он зарабатывал, много имел, не думал о Боге, веселился, радовался. Когда, может быть, смотрел на того Лазаря, который был около его имения, просил билостыни, помощи, то не усмотрел, думал, как он жалкий, несчастный, верит в Бога, но в его жизни проблемы, трудности, а я вот живу для себя в свое удовольствие, у меня все хорошо, все замечательно. Но однажды умерли, оставили эту землю, бедный Лазарь, который верил в Бога. И богатый человек, который не верил в Бога. И когда уже были на том свете, то написано, что богач готов был, и он просил, отче Аврааме, пошли Лазаря, этого человека бедного, которого даже я не смотрел, не обращал внимания, унижал в своих глазах, который не представлял никакой ценности в моих глазах, вот, чтобы он омочил свой палец и дал мне возможность прикоснуться, хоть немножко жажду утолить, потому что я здесь мучаюсь. Но ему Авраам говорит, слушай, ну, невозможно, чтобы уже куда-то мы переходили. Ты для себя уже сделал выбор на этой земле. Ты избрал для себя жить только на этой земле. Ты не думал о вечной жизни. И сегодня, друзья, как важно, чтобы мы, нам сегодня дается это даром спасения. Сегодня даром Бог дает нам спасение. И как важно, чтобы мы его принимали, чтобы мы его держались, чтобы мы ценили и дорожили то, что сегодня мы имеем. Потому что, может быть, сегодня в глазах многих людей это не представляет никакой ценности, но это самое ценное, драгоценное, что Бог сегодня по своей милости и благодати нам дарует. И как Исаф, он ничего для этого не сделал. Он просто родился первородным. И нас Бог избрал по своей милости и благодати. Для этого мы ничего не сделали, просто мы это приняли. И как важно, чтобы мы это ценили и дорожили. То есть Евангелие заключается в том, что прежде всего Бог, Он дает нам спасение нашей душе. Это то, что сегодня мы с вами приобрели, придя в церковь, придя к Богу. Это то, что мы получили. Это то, что нам нужно хранить и сохранять. Потому что мы это спасение получили, но для того, чтобы нам сохранить это спасение, нам нужно на этой земле освящаться. Нам нужно освящаться, чтобы удержать, чтобы сохранить, дарованную нам вечную жизнь. Итак, смотрите, в чем заключается Евангелие? Это в том, что Бог нас возлюбил. Евангелие заключается в том, что все мы грешники, и для нашего спасения Христос пришел на эту землю. И вот два места Писания хотел зачитать. Первое – это Евангелие от Матфея 18, глава 11 стих. Написано, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». То есть Бог Иисус Христос пришел на эту землю для чего? Чтобы спасти погибшего. Кто мы с вами были? Погибающие люди. Я был погибающим человеком. Умирал. Жил греховной жизнью. Прямиком шел в ад. Был потерянный. Но по милости Божьей, Господь пришел и спас. Господь пришел и спас нас. Он пришел взыскать, спасти погибшего. Евангелие от Матфея 1, глава 20, 21 стих. Здесь также написано о цели пришествия рождения Христа на этой земле. Написано, что Иосифу Господь обратился. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Вот, друзья, для чего Христос прежде всего пришел. Спасти нас от наших грехов. Сегодня, знаете, проблема, вот почему сегодня мы с вами находим или были, может быть, в серьезных проблемах, в бедах и так далее. Вот часто бывало, что мы думали, что причина наших проблем – это кто-то. Человек делает преступление, милиционер его поймал, посадил. Кто виноват? Милиционер. Потому что поймал и посадил меня. Затем человек, может быть, живет какой-то греховной жизнью, заболел. Кто виноват? Опять врач не вовремя что-то сделал. Врач виноват. Или, вот, знаете, так порой мы живем, делая какие-то грехи, неправильные вещи, потом мы страдаем. И кто виноват? Кто-то, но не мы. Но не понимая, что причина всех наших страданий, большинство всех наших бед, страданий на этой земле – это было наше греховное поведение. И чтобы нам помочь, Бог понимал, что нужно не делать так, что нас переселить там в другую страну, в другой народ, чтобы что-то вокруг нас поменять. Он понимал, что нужно изменить человека. Когда человек меняется, его мышление, поведение, характер, то все вокруг него изменится. И это в нашей жизни произошло. Знаете, многие проблемы, беды из нашей жизни ушли. Когда? Не тогда, когда вокруг нас люди поменялись, изменились, но когда мы поменялись. Это, знаете, было в моей жизни, живя без Бога, страдал. В разные беды, проблемы попадал. Как написано, что «чего страшится нечестивый, то его и постигают». Вот так было, что «чего страшился, то меня постигало». Но когда уверовал, когда Бог дал мне свободу от греха, от моих зависимостей, когда Бог помог мне измениться, поменяться, то все в моей жизни поменялось, изменилось. Многие проблемы, беды из моей жизни ушли. Тогда, когда Бог освободил меня от грехов, и Христос пришел, прежде всего, спасти нас и спасти нас от наших грехов, помочь нам измениться. Вот Евангелие заключается в том, чтобы нас спасти. И как мы обретаем спасение? Так очень просто. Верой спасаемся. Вот все, что вам нужно для того, чтобы обрести вечную жизнь, спасение, избавиться от грехов, измениться на этой земле, поверить в то, что Иисус Христос умер за нас, и признаться в том, что мы грешники, то есть люди, неспособные измениться и делать что-то доброе на этой земле, потому что этот грех, он живет внутри нас, и мы греховные люди, и только Бог может нам помочь, и Он может помочь нам в том случае, когда мы с вами признаем свою греховность, неспособность измениться, когда мы каемся, сожалеем, каемся о своих грехах, и говорим, что Господь, прости нам, мы хотим измениться. И когда мы в покаянии обращаемся к Богу, признавая Его нашим спасителем, нашим искупителем, исповедуя то, что и Христос, Он родился, умер за наши грехи, воскрес на третий день, мы обретаем спасение, вечную жизнь, прощение наших грехов. Но вот на этом, знаете, не останавливается работа Бога в нашей жизни. И на этом мы также не должны останавливаться, что однажды покаялись и все. Но на протяжении всей нашей жизни нам нужно на этой земле, братья и сестры, освящаться, освящаться, изменяться, обновляться. Нам нужно изменяться. Для чего? Чтобы сохранить наше спасение, чтобы нам измениться. И когда будем меняться мы, жизнь наша будет изменяться. К сожалению, иногда мы как хотим прийти в церковь, и чтобы автоматически все в нашей жизни поменялось. Порой мы не хотим изменяться, но мы хотим, чтобы все вокруг нас менялись. Порой для нас Евангелие порой бывают таким, что вот я прихожу в церковь, теперь я молюсь Богу, и Бог делает так, что в моей жизни все становится хорошо. Бог все меняет. Бог меняет людей. Люди меняют ситуации, обстоятельства. Но на самом деле, вот нам нужно изменяться. И когда меняемся мы, то все вокруг нас будет изменяться. И Бог, Он будет продолжать над нами работать. Работать над нами. И какая вот цель Бога. Вот когда Бог нас избрал, то у Него есть планы, цель на нашу жизнь. Он не просто так нас избрал, но для чего? Чтобы мы делали добрые дела на этой земле. Чтобы мы уподобились Иисусу Христу. Чтобы Христос в нас отобразился. И нам нужно, братья и сестры, находясь в церкви, стать верующим человеком, стремиться к тому, чтобы уподобиться Христу. Чтобы Он в нас отобразился. И для нас вот хождение в церковь, это должна быть цель. Не то, что, знаете, вот, чтобы мои проблемы решили, чтобы мне хорошо жилось на этой земле. Это то, что будет прилагаться. Это то, что нам не нужно искать. Это то, что прилагается. А нам нужно сосредоточиться, искать того, чтобы мы уподобились Христу. Чтобы Он в нас отобразился. И об этом мы читаем на страницах Нового Завета. В послании Галатам, 4 глава, 19 стих написано. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. То есть Павел молится. Он говорит, слушайте, друзья, я так хочу, я об этом молюсь, чтобы в вас изобразился Христос. Чтобы люди в вас видели Христа. Послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. И кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот то, что Бог, Он желает сделать в нашей жизни. Он избрал нас. Чтобы в нас изобразился Христос. Чтобы мы были подобны Сыну Божьему. И знаете, как важно, чтобы воля Божья, она соединилась с нашей волей. Чтобы мы также этого захотели. И вот суть Евангелия, суть христианства, это в том, чтобы спасти нашу душу. Чтобы мы держались в вечной жизни. Чтобы мы спасли свою душу. И на этой земле прилагали все усилия, старания, чтобы нам освящаться. Чтобы нам изменяться в образ Сына Божьего. Чтобы люди в нас видели Христа. И знаете, вот этот процесс освящения, изменения, он, братья и сестры, займет всю нашу жизнь. Вот написано, если мы говорим, что мы уже изменили, стали святыми, Писание говорит, что ты находишься во тьме, ты вообще далек от Бога. Но когда мы каждый день замечаем в себе недостатки, каждый день в чем-то каемся, мы на пути освящения, мы изменяемся. И это нормально, когда, знаете, порой так бывает, люди переживают какое-то разочарование, говорят, слушай, наверное, Духа Святого похулил. Я сделал какую-то неправильную вещь. Я понимаю, что я не должен был так поступить, я согрешил. Наверное, меня Дух Божий оставил. Но это неправда. Дух Божий, он пришел для того, чтобы обличать и помогать нам изменяться. Если ты переживаешь обличение в своем сердце, может быть, за свои слова, поступки, за какие-то, может быть, какие-то неправильные вещи, это говорит о том, что Дух Божий на тобой работает. Ты освящаешься, изменяешься. Но если сегодня мы живем так, что, а в чем не кается? Да у меня все хорошо. Да я уже там достиг совершенства. Да я уже святой и праведный. То говорит о том, что у тебя проблемы. Потому что на этой земле мы не достигнем совершенства, но мы к нему стремимся. Мы к нему стремимся каждый день. И каждый день мы в чем-то каемся, как молитва Уча Наш. Иисус приводит в пример, что прости нам грехи наши. Мы каждый день просим грехи у Бога, чтобы Бог просил наши грехи, и мы прощаем других людей, чтобы нам быть прощенными. Мы каждый день нуждаемся в прощении. И истинное покаяние, истинный плод, когда мы каждый день признаем свое несовершенство, и каждый день нуждаемся в Иисусе Христе, нуждаемся в Его кресте, в Его жертве, в Его пролитой крови, когда мы каждый день в этом нуждаемся. Итак, нам нужно изменяться до какой степени, пока в нас не изобразится Христос, пока Он не будет отображаться через нас, пока Его образа не будет в нас, до этой степени, и это, знаете, на всю нашу жизнь. Как мы освящаемся? Как мы освящаемся? Прежде всего, мы должны сами прилагать усилия. Не так это происходит освящение, что я прихожу в церковь, от того, что чем больше буду ходить в церковь, тем буду святее. Чем дольше я буду верующим, тем больше я изменюсь. Но это не всегда так бывает. Не всегда бывает так, что человек, если он давно в церкви, то он уже там какой-то степени святости достиг. Может быть, наоборот. Может, он давно в церкви, но он нисколько не продвинулся. Человек, который, может, недавно в церкви, а он может быть намного выше, духовней. И все это зависит от наших усилий, от наших стараний. Спасение дается нам даром. Но чтобы нам освящаться, нам нужно прилагать усилия. Усилия в чем? Как Библия, Слово Божье, молитва – это средство, которое Бог нам дал для нашего освящения. Без этого мы не сможем освящаться. И чтобы нам освящаться, нам нужно уделять время чтению, изучению Слова Божьего. Это средство, которое нам дано для освящения, то, что помогает нам освящаться. Потому что Библия, она открывает в нас наши недостатки, обращает наше внимание, что в нашей жизни не так, что нужно поправить, что нужно изменить. Молитва дает нам силы меняться и изменяться. Когда мы читаем Слово Божье, и когда мы видим, что в нас что-то не так, это не для того, чтобы сказали, о, да, какие мы грешники, наверное, точно мы спасены не будем. Вот бесполезно что-то делать, потому что стандарт святости Божьей, это такой недосягаемый стандарт, это невозможно, чтобы не мыслить зла, чтобы не мыслить даже там в чем-то греховном, просто это невозможно. Но Бог это открывает, показывает, и Он ведет нас в молитву, ведет нас к молитве. И когда мы приходим в молитве к Богу, мы просим Господь, мы несовершенны, мы слабые люди, Бог дай нам силы, Бог укрепи нас. И свои молитвы мы усиливаем постами. Вы знаете, молитва, пост, чтение, это не есть цель. Наша цель, это наше освящение. Наша цель, это чтобы в нас отобразился Христос. А это средство, это то, что без чего мы не сможем, это то, что нам поможет освящаться, изменяться. Читаем Слово Божье, чтобы вера укреплялась, чтобы мы видели, какой стандарт святости Божий для нас Бог ставит. И чтобы мы молились, чтобы Бог давал нам силы изменяться, освящаться, жить свято и праведно. И написано, что усилием берем Царство Божье. Вы знаете, нам нужно прилагать, дисциплинировать себя, прилагать усилия. Вы знаете, иногда так часто слышим, и каждый из нас, мы переживали такие моменты, когда, может быть, не хочется читать Библию, может быть, не хочется молиться, но мы иногда это делаем не потому, что у нас есть желание. У нас нет желания, но мы заставляем себя. Потому что мы понимаем, надо прилагать усилия. Для чего? Чтобы нам сохранить наше спасение, чтобы нам освящаться, чтобы нам быть с Богом, потому что это не сравненно лучше. Где-то ничего лучше, когда Божье присутствие есть в нашей жизни. Но Бог написано, что чистые сердцем Бога узрят. Только люди без святости, мы не можем видеть Бога в нашей жизни. И поэтому для нас это крайне важно, чтобы мы прилагали усилия к освящению, чтобы были наши сердца чисты. Тогда Божье присутствие будет в нашей жизни. Мы с вами читаем по плану Библию, и вот читали книгу «Бытие». Вот интересно, как вот за Якова написано. Яков был хитрец, он искал, чтобы Бог его благословил, как-то получить правду, неправду, Божье благословение, хитрил, обманывал людей, потом он пожинал. Его обманывают, он живет в страхе, он идет обратно домой, возвращается и думает, как его Исаф встретит, что его будет ожидать впереди, переживает, волнуется. И он разделил свою семью на несколько, как, станов, чтобы, если одних Исаф уничтожит, то другие там сохранятся. Знаете, он думает, как себя сберечь, сохранить. И вот переживает в тревоге, в страхе, и однажды принимает решение, вернусь в Вифиль, вернусь в то место, где я пережил встречу с Богом. И говори своим родным и близким, давайте всех своих истуканов, идолов повыкидываем, осветимся, очистимся. Сорудил жертвенник, поклонился Богу, и потом написано, что и дальше, когда он двинулся, то те народы, которые окружали Якова, они были в страхе. Они уже боялись Якова. Уже не Яков боялся кого-то, но другие народы боялись его, боялись к нему прикасаться. Вы знаете, точно так же, братья и сестры, когда мы будем освящаться, будем жить свято и праведно, то в нашей жизни не будет страха, а будем смелыми, как львы. И сам Бог будет нас хранить, защищать нас. И мы ничего не будем бояться, и никого не будем бояться на этой земле и в будущей жизни. И сам Бог будет нас хранить. Поэтому, это то, что нам нужно, чем нужно заниматься в церкви, к чему нам нужно стремиться, использовать все, чтобы мы не оставляли собрания своего, были активны в служении, были в каком-то служении, изучали Слово Божье, молились, постились. Для чего? Это все, чтобы нам освящаться, чтобы нам быть чистыми, чтобы нам изменяться в образ Христов. Когда мы это имеем, сохраняем, то Божье присутствие будет в нашей жизни, Бог будет нас хранить. И освящение, оно зависит от нас и от Бога. Вот нам нужно не думать так, что раз Бог нас избрал, спас, вот пускай Он нас освящает, и вот Он автоматически будет нас освящать. Нет. Вот тут мы должны прилагать усилия. И в это же время, знаете, и Бог, Он над нами работает. И порой, знаете, мы, как написано в книге Исаии, в 55 главе о том, что Божьи мысли – это не наши мысли, Божьи пути – это не наши пути. Бог, Он тоже заинтересован в том, чтобы мы освящались и изменялись. И Он своими путями ведет. Порой мы думаем, Господи, вот, я изменяюсь, я буду еще лучше. Вот, и если ты, Господь, мне поможешь, и сделаешь так, чтобы у меня было денег в достатке, чтобы у меня врагов не было, чтобы все меня любили, все ко мне хорошо относились, и вот тогда, знаешь, я буду таким святым и праведным. Вот, порой, вы знаете, мы не знаем своего сердца. Но так, к сожалению, бывает, когда в жизнь человека приходит устройство со всех сторон. Вот, не всегда Он сохраняет себя в святости, и не всегда Он так горячо молится, ищет Бога. И порой Он охолодевает, остывает, и иногда, к сожалению, даже оставляет Бога. И Бог, Он знает наши сердца. И как вот написано в риме на 8 главе, 28 стихом, что «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу. И вот иногда, вот то, что Бог делает в нашей жизни, порой мы не понимаем, Господь, зачем, почему? Зачем ты это делаешь? Но потом проходит время, и мы понимаем это все ко благу. Знаете, Иов, вот буквально недавно с вами читали историю, читали книгу Иова, его историю, думаешь, Господи, почему он это все-то переживал? У Иова не было ответа. Что с ним случилось? Почему? Его друзья, они пытались объяснить причину его страдания, но они ошибались. Но потом прошло время, Иов говорит, что «Когда-то, Бог, я о тебе слышал, а теперь я вижу тебя. Когда-то я был еще, я был далек от тебя, но благодаря этим скорбям, страданиям, которые я пережил, ты стал для меня ближе, и я ближе к тебе». Вот эти страдания, казалось, что ну неужели через страдания мы познаем тебя, Бог? Неужели через страдания мы изменяемся? Но, к сожалению, оно так. И Божьи пути, они отличаются от наших путей. Право мы думаем, Бог, надо вот так, вот так в нашей жизни сделать. Но Бог говорит, нет, это тебя, это к благу не приведет. Немножко по-другому. Но конец будет хороший. Ты не переживай. И вот мы сейчас читаем с вами историю Иосифа. Тоже интересно, как Бог Иосифу показывает его будущее. И, наверное, наши планы, наши пути, наши мысли были такие. О, здорово, Господь, ты призвал Иосифа быть таким большим человеком. Теперь что должно произойти? Братья должны понять, что слава Богу, Иосиф, мы за тебя рады. Родители должны сказать, что о, мы в тебя верим, слава Богу за тебя, и мы тебе поможем стать большим человеком, получить хорошее образование, будем в тебя вкладываться. Но делается наоборот. Братья его возненавидели, родители не поверили, в результате его продали в рабство. И казалось, что все, все его мечты, все, что Бог планировал, оно не осуществится, потому что как раб, как рабу кто будет поклоняться, оказался в рабстве. И еще хуже его положение было, когда его оклеветали, оказался в тюрьме. Но там еще была надежда, когда вместе с Виночерпием сидели в тюрьме, у него был сон. Иосиф ему объяснил этот сон. И он говорит, слушай, однажды ты будешь в доме фараона, пожалуйста, скажи за меня слово, потому что я здесь несправедливо нахожусь. Скажи. Но прошло два года, и Виночерпи даже не вспоминал. И казалось, что Бог, ну что такое в жизни Иосифа происходит? Ну написано, что если мы любим Бога, братья и сестры, если мы люди, которых Бог избрал, то нам все будет содействовать ко благу. И в один миг, в один день он пришел в дом фараона и обратно уже не вернулся, и стал вторым человеком. Бог его поднял, Бог его благословил. И потом, что он говорит своим братьям? Что, братья, все то зло, которое вы делали, Бог обернул ко благу. Вот все содействовало ко благу. Бог меня послал в Египет. Для чего? Чтобы спасти вас от голода. Еще несколько лет будет голод на этой земле. Но Бог меня послал, чтобы вас спать, спасти. И Божьи пути, это не наши пути. Но эти пути лучшие, потому что Бог, Он испытал меня. Бог меня изменил. Бог меня переплавил. И я был человеком, который имеет сострадание с другим людям. Я понимаю страдания, нужды других людей, потому что я сам это пережил. Я через это прошел. И благодаря этим испытаниям характер мой изменился. Я поменялся, изменился. И сегодня я могу послужить людям. Могу послужить вам. Сегодня я не обижаюсь на людей. Сегодня я не превозношусь на людьми. Я понимаю, что в этом мире все изменчиво. Что все Бог держит в своей руке. Бог сделал благо в моей жизни. Бог изменил меня. Поднял и благословил. Знаете, Бог, Он над Ним работал. И сегодня, братья и сестры, Бог над нами работает. И Его пути – это не наши пути. Его мысли – не наши мысли. И иногда, знаете, в нашей жизни происходит то, чего, может, мы не ожидали и не думали, что с нами это произойдет. Что так может быть в нашей жизни. И нам не нужно расстраиваться, когда, может быть, мы идем через какую-то пустыню, когда, может, мы проходим какие-то испытания. Но в это время нужно задавать вопрос. Для чего это, Господь? На что ты хочешь, чтобы я обратил свое внимание? В чем нужно мне измениться? На что обратить внимание? И это все будет содействовать ко благу, если мы будем продолжать любить нашего Бога, за Него держаться. А Божья цель – это чтобы в нас отобразился Христос. Бог, Он желает изменить нас и осветить. И у Него есть свои пути, как это сделать. А нам нужно просто верить в себя в руки Божьи, довериться. И чтобы мы не переживали, чтобы мы явили святость, доверие Богу, чтобы мы изменялись, чтобы мы уподоблялись Христу, поступали, жили так, как нас учит Священное Писание. Аминь. И знаете, друзья, суть Евангелия – это не в том, чтобы нам жить на этой земле так, не напрягаться. И так что молимся, Господь, всех врагов порази, все мои долги покрой, дай мне крепкое здоровье. Господь, сделай так, чтобы я ни в чем никогда не страдал, чтобы у меня было все хорошо в моей жизни. Нет, знаете, вот самое важное, что Бог желает дать, это не просто нам жизнь на этой земле, а вечную жизнь. Чтобы мы ее держались, чтобы мы ценили, дорожили тем, что имеем вечную жизнь. Чтобы мы сказали, что, как Сидрах, Месах, Евдинага, что царь, хочешь, брось с нас в печи огненную, но мы истукану поклоняться не будем, потому что мы хотим Богу одному поклоняться. Если Бог нас не спасет, ничего страшного, мы все равно поклоняться не будем, потому что для нас самое важное – это отношение с Богом. Точно так же, как Павел говорит, что для меня жизнь, Христос, смерть, приобретение. На смерть смотрю, как на приобретение, потому что я верю в то, что я спасен, имею вечную жизнь. А на этой земле я живу для Христа. И сегодня вот нам нужно также держаться в вечной жизни, что самое главное, что мы обрели, придя в церковь, что нам дало Евангелие – это спасение нашей души. И сегодня мы исповедуем, мы этого держимся, и сколько нам дает Бог дыхание жизни на этой земле, мы живем для того, чтобы нам освящаться, изменяться. Мы ходим в церковь, чтобы нам изменяться, чтобы нам освящаться. Мы читаем Священное Писание, чтобы нам освящаться, изменяться. Мы молимся для того, чтобы нам становиться другими людьми, чтобы в нас отобразился Христос, чтобы мы были отображением Бога на этой земле, чтобы люди в нас видели Христа, и наша эта цель, к которой мы стремимся, чтобы нам достигнуть того, чтобы уподобиться Сыну Божьему во всем. Аминь, братья и сестры. Давайте поднимемся, помолимся. Прежде всего хочу спросить, может быть, здесь есть люди, вы никогда не молились молитвой покаяния, и сегодня вы хотите обратиться к Богу, попросить Его, чтобы Бог просил вам ваши грехи, вошел в вашу жизнь, стал вашим Господом и Спасителем. Если вы этот человек сегодня здесь, дайте знать, поднимите свою руку. Слава Богу. Если вам не сложно, поднимитесь на сцену, помолимся с вами. Слава Богу, Алена. Написано в Библии, если мы верим, что Христос за нас умер, то если мы признаем, что мы грешники, просим прощения, Бог прощает, дарует нам вечную жизнь. Может быть, сегодня вы с нами онлайн, вы также можете вместе с нами помолиться, вместе с Аленой помолиться, чтобы Бог простил вам ваши грехи. На этой земле Сын Божий, Он имеет силу и власть прощать грехи. Когда мы искренне просим прощения, каемся, Бог прощает. И мы будем говорить слова молитвы. Повторяйте вместе с нами, обращаясь к Богу. Если вы с нами онлайн, также повторите вместе с нами слова молитвы. Отец Небесный, я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес на третий день. Я прошу Тебя, Господь, прости мои грехи, вводи в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. Я благодарю Тебя за прощение грехов, дар вечной жизни. Аминь. Слава Богу. Алена, мы за Тебя помолимся. Хорошо. Отец Небесный, мы молимся за Алену Господь. Мы просим Бога, помоги Господь ей сохранить дарованное спасение. Помоги Господь ей освящаться и очищаться, изменяться во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты помогал, чтобы Ты, Господь Бог, обличал, наставлял во имя Иисуса Христа. Мы молимся Богу, благослови Господь ее жизнь. Храни Бог от всякого зла. Благослови Бог своим благословением во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Если вы с нами онлайн молились, молитва покаяния, пожалуйста, позвоните нам по телефону на горячей линии. Мы хотим с вами познакомиться. И давайте мы помолимся о том, чтобы нам быть людьми, которые будут стремиться к святости, к освящению, чтобы мы этого держались, к этому стремились, чтобы это была цель нашего хождения в церковь. Чтобы у нас не было целью, что Господь, дай денег, дай здоровье, еще что-то. Это то, что Бог приложит, что Господь, помоги в этом мире жить свято и праведно. Храни свой сосуд в чистоте и святости. Отец Небесный, мы превозносим Бог Твое святое имя. Господь, помоги нам, Господь, осознавать и понимать, что самый главный дар, подарок, который мы получили, это спасение нашей души. Сегодня мы спасены. Кто имеет Сына Божьего, тот уже имеет вечную жизнь. И на этой земле Ты, Бог, прощаешь грехи, Ты даруешь вечную жизнь. И мы верой приняли, по благодати мы спаслись. И сегодня, Господь, Бог, помоги нам, будучи спасенными, стремиться к святости, стремиться к чистоте, Господь, стремиться к праведной, богобоязненной жизни во имя Иисуса Христа. И помоги, Бог, нам использовать все эти средства, которые Ты, Бог, нам для этого дал. Бог, помоги упражняться в молитвах, в постах, Господь. Чтобы, Бог, мы использовали молитвы, посты, чтобы нам освящаться, чтобы нам изменяться, молюсь, Господь, чтобы мы углублялись в Твое Слово во имя Иисуса Христа, потому что Слово Твое, оно дано нам, чтобы мы были совершенными Божьими людьми, приготовленными на всякое доброе дело. Твое Писание, оно Богодухновенно, оно имеет силу, чтобы нам помочь изменяться. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам, сколько Ты дал нам дыхания и жизни на этой земле, сколько, Бог, Ты времени для нас отмерил, чтобы, Бог, мы все это время посвятили нашему освящению, к тому, чтобы нам стремиться к праведности. Бог, помоги нам достигнуть того, чтобы в нас отобразился Христос, чтобы люди в нас видели Тебя во имя Иисуса Христа. И мы, Бог, благодарим Тебя за то, что Ты тот, кто нас обличаешь и даешь нам силы изменяться. Мы благодарим Тебя, Бог, и превозносим Твое Святое Имя. Ты достоин всей славы, реки веков. Аминь.